В минувшие выходные в газодобытчике дети устроили необычный показ мод. На подиум вышли воспитанники Центра эстетического развития. Маленькие модники и модницы продемонстрировали головные уборы разных времен и народов, примерили форму инспектора ГИБДД и стюардессы. Особое место в дефиле заняли наряды сказочных персонажей и образы героев современных мультфильмов. Все представленные головные уборы и костюмы созданы руками детей и их родителей. Подробности в нашем следующем материале. Валя Шевченко воспитанница Центра эстетического развития. Изучает два языка, увлекается журналистикой. Сегодняшний выход на подиум дался легко. Она неоднократно участвовала в конкурсах красоты. Образ хрупкой девочки на грани фантастики. Необычный головной убор поражает своим объемом и красотой. В создании инопланетной шляпы участвовала вся семья. Моя мама делала эту шляпу. Она называется «Северное сияние». Делать ее тяжело. Ну, нужно просто надуть шарик и обмотать нитками его. Потом шарик лобнуть. Это дефиле шляп. Оно мне показалось ярким, насыщенным. Все разные. Я была в номинации «Фантастика». А тут я хотела, знаете, связать что-то с севера. Я видела «Северное сияние». И вот такая идея у меня родилась. И супруг мой помогала с этими лампочками, с этими электродиками. Когда она вошла, она включила на себя и пошла. И никто не заметил, где у нее это находится. Родители и сотрудники центра действительно постарались на славу. Они сделали все, чтобы в этот вечер дети смогли почувствовать себя в роли героев сказок и любимых мультфильмов. На импровизированную сцену вышли «Человек-паук», «Красная шапочка», «Снежная королева». Очень эффектным стало появление любимицы многих девочек, героини японского сериала «Монстра Хай». В этом году Центр эстетического развития отмечает свое 20-летие. Сотрудники наметили большое количество мероприятий для родителей и их чат. Дефиле отлично вписалось в концепцию года литературы, которую разрабатывает каждый культурный центр. Демонстрация головных уборов разных времен и народов стали для детей настоящим экскурсом в историю. Эти шляпки изготавливались родителями, некоторые дети делали. То есть здесь, на этом мероприятии мы хотели, чтобы дети узнали о поговорках, о пословицах. То есть получили те знания, которые можно будет использовать в дальнейшем. Таких головных уборов вы не увидите в магазинах. Здесь они представлены в единственном экземпляре. Каждый экспонат уникален по-своему, ведь это результат кропотливой работы и богатой человеческой фантазии. Ольга Полякова, Масуд Мунаев, Служба новостей «Импульс».